Привет, Камрады! Хотел сделать немного неинтересное видео о тенте, вот этом теплоотражателе, который есть у меня для ночевки зимой. Мы знаем, что возле костра, когда мы ночуем, за спиной ставим такой тент. Как его ставить и то, как ночевать, ссылку на это видео я дам в описании к этому видео и рекомендую посмотреть. Ну и здесь, собственно, про сам тент, раз уж Камрад спрашивал, отвечая. Вот это вот так называемая палаточная ткань, я купил ее в какой-то конторе, которая занимается продажей всякого старого списанного военного снаряжения. Ломы там, лопаты какие-то, каски, котелки, одежда какая-то военная. В том числе продавал в такая ткань. Вес вот этой ткани на китайских весах, может они немного ошибаются, килограмм 150 грамм плюс-минус. Размер вот для сравнения положу вам бутылку. То есть совсем небольшой сверток, который влезет в самый небольшой рюкзак. Длину этой ткани лучше брать с запасом, чтобы вы там по краям могли загнуть. Ну, посмотрите на видео, как это надо делать. Уж лучше лишние полметра ткани иметь, метр, чем не иметь. Ткань чем-то напоминает брезент, но это не брезент, как-то она немножко потоньше. В принципе, вполне хватает длиночок. То есть вот ХБ. У меня знакомого, например, есть такая штука, так называемый балаган, тоже чем-то напоминает мой тент. Вот он сделал это из чего-то похожего на тонкий брезент. То есть вот такая вот палаточная ткань ХБ. Сейчас есть какие-то современные ткани, которые не горят или хуже горят. Можно их использовать. Ну, надобности просто нет никакой в этом. Не использовал, да и желания не было их покупать. Синтетику не рекомендую использовать. Все-таки она прогорает, какие-то искры ее будут прожигать, особенно с того края, который ближе к костру, соприкасается с жаром. Можно сделать, например, комбинированный тент, то есть дальнюю часть вы делаете из какой-то синтетики, а ближнюю к огню, например, из брезента. Ну, смотрите. То есть вот такая простая тряпочка. Вес небольшой, размер небольшой. Берег, например, 200 грамм вы еще накинете к этому. Вот такая вещь для ночевки. Совсем поближе покажу. Совсем незамысловато для ночевки зимой. Ничего такого особенного не надо. Топор еще взяли, пилу очковую, пенку хорошую потолще, чтобы не портить деревья, не рубить лапник там, что-то не мастить под собой какие-то, какие-то лежанки. Все. Вот такое видео. Пока, комрады. Заходите еще, еще что-нибудь расскажу.